Доброе утро, ребята! Я приветствую вас на уроке биологии. Тема нашего урока – наружные покровы тела. Сегодня на уроке мы разберем несколько вопросов. Рассмотрим строение и функции кожи, поговорим о болезнях и травмы кожи, а также затронем вопросы гигиены кожных покровов. Наружные покровы человека – это кожа и ее производные, ногти и волосы, а также слизистые оболочки. Дорогие ребята, в ходе нашего урока не забывайте основные термины и понятия записывать в свои тетрадки. Кожа – это самый большой орган человеческого тела. Она занимает площадь от полутора до двух метров в квадрате. Масса кожи составляет около 5% от массы тела. Толщина кожи колеблется от 0,5 мм на внутренних поверхностях предплечья и веках, где она самая тонкая, до 5 мм на подошвах ног, где она толстая. Кожа выполняет множество важных для организма функций, потому что является естественной границей, разделяющей внутреннюю и внешнюю среду. Рассмотрим функции кожи более подробно. Кожа выполняет защитную функцию. Она предохраняет от механических повреждений и от попадания вредных микроорганизмов, а также химических веществ внутрь организма. Не менее важна выделительная функция кожи. Из организма через потовые и сальные железы кожи выделяется вода и растворенные в ней соли. Выполняет кожа и дыхательную функцию. Через кожу проникает кислород и выделяется углекислый газ. Дыхание кожи составляет 2% от полного газообменного организма. Кроме этого, кожа способна удерживать и накапливать различные вещества в подкожно-жировой клетчатке, участвуя в обменных метаболических процессах. В этом проявляется метаболическая функция кожи. Например, образующаяся в коже под действием солнечных лучей витамин D регулирует обмен кальция и фосфора в организме. Кожа способствует поддержанию постоянной температуры тела, контролируя отдачу тепла в окружающую среду. Таким образом, кожа выполняет темно-регулирующую функцию кожи. Около 80% тепла, образующегося в организме при окислении различных веществ и при сокращении мышц, выделяется во внешнюю среду через кожу. При высоких температурах сосуды кожи расширяются и увеличивается выделение и испарение пота. При похолодании сосуды кожи рефлекторно сужаются, кровоток уменьшается и потери тепла снижаются. В коже располагается большое количество чувствительных нервных окончаний. Поэтому человек может ощущать прикосновения, боль, изменение температуры окружающей среды и адекватно реагировать на эти раздражители. И это далеко не все функции, которые выполняет кожа. Секрет удивительной многофункциональности кожи заключается в ее строении. Итак, рассмотрим, какое строение имеет кожа. Кожа состоит из слоев. Внешний слой кожи – эпидермис, внутренний слой – дерма, подкожная основа, гиподерма. Ребята, я надеюсь, вы не забываете делать основные записи в своих тетрадях. Эпидермис – это эпителиальный поверхностный отдел кожи. Он состоит из пяти клеточных слоев. Рогового, блестящего, зернистого, шиповатого и базального. Роговой слой эпидермиса состоит из мертвых клеток в виде чешуек, не имеющих ядер. Клетки рогового слоя зарождаются как базальные, и за 10-30 дней они превращаются сначала в шиповатые, затем в зернистые, блестящие и, наконец, в роговые. Процесс движения клеток от базальной мембраны до лущения и отпадания с возрастом происходит реже. Базальный слой состоит из живых цилиндрических клеток, расположенных на базальной мембране. В базальном слое располагаются меланоциты – это пигменты, которые производят меланин. Меланин состоит из трех основных красок – желтой, коричневой и черной. Базальная мембрана – это уплотненное аморфное межклеточное вещество, место соединения дермы и эпидермиса. Питание эпидермиса осуществляется за счет диффузии тканевой жидкости из подлежащего слоя дермы. Дерма – это внутренний слой кожи, толщина которого составляет от 0,5 до 5 мм. Эластичные волокна дермы придают коже упругость и позволяют ей растягиваться при движении. В дерме располагаются кровеносные и лимфатические сосуды. Они обеспечивают питание кожи. Сокращение и расслабление кровеносных сосудов позволяет удерживать тепло. В дерме сосредоточены болевые и чувствительные рецепторы и нервы. Они отвечают за ее чувствительность. В дерме кожи располагаются функциональные железы кожи – потовая и сальная железа. Потовые железы – они выделяют пот и таким образом помогают постоянно поддерживать температуру тела, не давая нашему организму, нашей коже, перегреваться. Сальные же железы – они имеются на всех участках кожи, кроме ладоней и подошв. Секрет сальных желез вместе с потом образует тонкий водно-жировой слой. Он предохраняет кожу от высыхания, способствует повышению эластичности и обладает бактериоцидными свойствами. Следующий слой кожи – гиподерма. Это подкожная основа, которая защищает организм от избыточного тепла и холода. Гиподерма выполняет функцию термоизолятора и смягчает силу любого механического воздействия на организм. Жировые клетки гиподермы помогают сохранять жирорастворимые витамины. В гиподерме кожи располагаются гладкие и поперечно-полосатые мышцы. Поперечно-полосатые мышцы кожи располагаются на лице, обеспечивая мимику. Кроме сальных и потовых желез, производными эпидермиса являются волосы и ногти. На поверхности кожи человека примерно 5 миллионов волосков, доставшихся нам в наследство от предков – человекообразных обезьян. Волосы на теле человека развиты слабо. Более обильно они растут на голове, создавая дополнительную защиту головному мозгу. В среднем у каждого человека на голове около 100 тысяч волос. Цвет волос, количество зависит от окраски пигмента. У блондинта самые тонкие волосы и почти полностью отсутствует меланин. А черные волосы брюнетов самые толстые. Волосы развиваются из волосяных луковиц, которые располагаются на дне волосяных сумок или волосяных фолликул. В каждом фолликуле есть очень маленькая мышца, способная приподнимать волос. Если человеку холодно или он испытывает сильные эмоции, например, испуг, то эти рудименты мышц сокращаются. Волоски и кожа вокруг них приподнимаются и образуется так называемая гусиная кожа. Продолжительность жизни волоса от нескольких месяцев до 2-4 лет. Ноготь – это плотная роговая пластинка, поверхность которой в нормальном состоянии гладкая, блестящая. Ногти имеют свободный край, тело и корень, которые защищают самые болезненные места на последних фалангах пальцев. Ногтевая пластинка располагается на ногтевом ложе и окружена ногтевыми валиками. Как и кожа, ноготь состоит из живых и омертвевших клеток. К производным кожи относятся молочные железы. Каждая из двух желез состоит из 15-20 видоизмененных потовых желез, развившихся в дольки. Во время беременности эти железы увеличиваются, чтобы обеспечить новорожденного самой ценной пищей на земле – материнским молоком. Итак, для того, чтобы мы с вами перешли к следующей части нашего урока, давайте вспомним, что мы с вами определили как наружные покровы тела, функции кожи. Вспомните, пожалуйста, слои кожи и что мы отнесли к производным кожи. Я думаю, вам сделать это будет несложно, потому что в течение урока вы все основные моменты определения и понятия записывали в своей тетради. Ну а мы продолжаем свой урок. Сейчас мы поговорим о болезнях и травмах кожи. Кожа постоянно подвергается воздействию окружающей среды, что приводит к повреждению кожных покровов. Среди наиболее распространенных механических трав, которые известны каждому из нас – ссадины, царапины, порезы. Ошибочно думать, что такие раны безобидны. Если вовремя эти раны не обработать, то на месте раны будет образовываться воспаление, припухлость, покраснение и нагноение. Чем больше повреждения кожи, тем тщательнее нужно обрабатывать поврежденный участок. И здесь нам помогают дезинфицирующие средства – перекись водорода, зеленка, йод. Это дезинфицирующие вещества, которые у каждого из нас найдутся в домашней аптечке. И хотя бы раз в своей жизни вам приходилось использовать эти дезинфицирующие вещества для того, чтобы обработать поврежденный участок кожи. Распространенные травмы кожи – это потертость или мозоли. Потертость чаще всего образуется на пятках и пальцах ног при ношении плохо подобранной или некачественной обуви. Поэтому при выборе обуви не забывайте, чтобы обувь была удобной и качественной. При повышении температуры окружающей среды усиливается потоотделение. На открытых участках пот быстро испаряется, охлаждая организм. Но в паховой области или в зоне кожных складок у тучных людей и грудных младенцев пот не испаряется. И создаются идеальные условия для развития болезнетворных микроорганизмов. При трении влажных участков кожи друг от друга кожный покров нарушается. И на теле возникают так называемые опрелости. Кожа краснеет, появляются мокнущие участки с неровными контурами. Клетки кожи способны выдерживать в определенных температурных пределах колебания. Но если температура выше или ниже этих температурных пределов, клетки кожи начинают погибать. Ожог – это травма, которую мы можем получить от воздействия высоких температур. Но и низкие температуры тоже являются причиной повреждения клеток кожи. Это обморожение. Какую необходимо оказывать помощь при ожогах первой и второй степени? Для обморожения необходимо, во-первых, остудить поврежденное место холодной водой или другими подручными средствами. Далее нанести антиожоговый крем или спрей и обязательно обратиться к врачу. При обморожении нужно согреть поврежденное место, напоить пострадавшего теплым чаем и, конечно, вызвать врача. Ожоги первой и второй степени можно получить и от длительного нахождения на солнце. Поэтому необходимо всегда помнить и дозировать время пребывания на солнце. Особенно важно помнить это правило, когда в летний период времени мы отправляемся к водоемам. Здесь велика опасность получения ожогов. Поэтому мы не забываем о времени пребывания на солнце. Кроме тепловых ожогов мы можем получить химические ожоги. Они возникают при попадании на кожу сильнодействующих веществ. Кислот, щелочей, негашенной извести и фосфора. Чтобы избежать и предотвратить химических ожогов. Ребята, не забывайте соблюдать технику безопасности на уроках химии при проведении лабораторных и практических работ, а также дома, в быту. При химических ожогах необходимо удалить химические вещества с поверхностей кожи большим количеством проточной воды. Наложить стерильную повязку и срочно последовать к врачу. Кожа может быть повреждена и вредными микроорганизмами. Так, бородавки – это самое распространенное вирусное заболевание кожи, которое может появиться на различных частях тела. Лишай – это заболевание кожи, поражающее исключительно роговой слой эпидермиса. Чесотка – это заразное заболевание кожи, которое вызывается чесоточным клещом. Лечение чесотки назначается карантин не менее 10 дней, запрещается мытье и используется специальная мась для уничтожения клещей. Крапивница – это кожное заболевание аллергического происхождения. Крапивница может быть либо проявлением какого-либо заболевания, либо реакцией на раздражитель и может носить острую и хроническую форму. Итак, мы можем смело с вами сказать, соблюдение правил личной гигиены – это необходимое условие для поддержания кожи в рабочем состоянии. Помните простые правила – умойте руки после туалета, перед едой, после контакта с животными. Для того, чтобы правильно определить последовательность ухода за своей кожей, я предлагаю вам дома провести небольшой тест для определения типа кожи. Для этого вам нужно сделать следующее – нужно тщательно вымыть лицо с мылом, через 2-3 часа прижать к нему бумажную салфетку. И от того, что вы увидите на бумажной салфетке, вы можете определить, какой тип кожи у вас – жирный, нормальный, сухой или ваша кожа комбинированная. В зависимости от этого вы сможете подобрать те средства, которые помогут ухаживать за кожей. Ну и в завершении нашего урока обязательно, я думаю, нужно озвучить домашнее задание. Вам необходимо составить кластер, где вы отразите все гигиенические требования, которые необходимо соблюдать для работы кожи. Вспомнить о закаливании организма, какие существуют основные виды и формы закаливания и для чего они необходимы. Также подумать о том, какую одежду вы одеваете. В этом поможет вам кластер гигиена одежды. Ну и для ухода за кожей своего лица провести тест для определения типа кожи. Благодарю всех за работу. До новых встреч!